Но самое интересное, возникают инвесторы, неожиданно, да? И ИП, которым нужны постоянно оборотные деньги. И вдруг мы видим, картину совершенно разошлась на эту тему своими инсайтами. И мы должны это отреагировать. А инвесторы это кто? Это инвесторы. Мы с тобой можем быть инвесторами. Есть продукт инвестиционный займ. Это новый продукт. Соответственно, я очень кратко скажу, этот слайд такой интересный, прошу на фотографироваться. Но это наше видение, собственно говоря, движения, как бренды МФО могут развиваться в этом рынке. И мы, собственно говоря, для нашего клиента и предложили эту схему развития. И здесь секретов нет, потому что мы считаем, что в той ситуации, которую я показал, к сожалению, за две минуты я прессовал эту коммуникацию категорийную, бренд, который позиционирует себя в категории, он может стать вдруг брендом-проводником, потому что на самом деле все эти люди, которые занимают такие жуткие проценты, они говорят, ребята, вообще-то я хочу вам доверять, потому что чтобы меня не обманули, а потом у вас коллекторы были такие, чтобы мне не звонили каждый раз, не выносили мне мозг, а я там, может быть, я добросовестный заемщик. Но я хочу увидеть профессионализм, это как бы инсайт, и в обслуживании. А с другой стороны, надо понимать, что аудитория всегда находится в ситуации проблемной, финансовой проблемной, которую нужно срочно решить. Поэтому, если компания предлагает выход этой сложной финансовой ситуации, то это, безусловно, направление. И в дальнейшем, как мы все понимаем, это может быть правильным спутником, так как вообще на финансовой рынке. То есть это компания, которая может сопровождать человека дальше. То есть если он потом сможет стать клиентом банка, получать клиентом кредит в банке, это неплохо, потому что мы поддержали его на этом движении, и дали ему возможность, как добросовестный заемщик, между прочим, перейти к следующему этапу. Потому что если не будет добросовестного заемщика, какой банк ему доскредит? Ну и, собственно говоря, рецепт, как сделать бренд лучше, это такая фраза, но, тем не менее, это наши технологии, по которым мы движемся для того, чтобы что-то вырастить с точки зрения бренда. И теперь я сейчас скажу пару слов про кейс проекта. К сожалению, не смогу показать много, потому что проект сделан с точки зрения брендинга, сейчас запускается, находится в процессе запуска, поэтому то, что мы с клиентом смогли согласовать, я вам коротенько обозначу. Но вся коммуникация сейчас будет реализовываться. Соответственно, нам посчастливилось поработать с таким клиентом, как «Быстро деньги». И, собственно, мы вошли в такую ситуацию. Это то, что висит сейчас, в принципе говоря, по всей нашей стране. Ну, то есть, собственно говоря, это 500 отделений, 180 городов. Это компания, которая, собственно, формировала категорию и вошла, так сказать, в 2008 году на рынок. Ну, собственно, ты, кто в курсе, я не буду об этом говорить. Вот. Соответственно, это займ для зарплаты. Дескриптор от категорийной коммуникации. Надо к чести сказать, что клиент всегда понимал, что он лидер, что он не может коммуницировать на уровне всех остальных игроков. И это правда. И, соответственно, вот то, что вы видите, сухая очень коммуникация, отстраненная, достаточно специально сдержанная такая, засушенная, чтобы не попасть вот в эту финансовую шурму. Чтобы мы как-то дифференцировались. Но, с другой стороны, я вам успел уже что-то сказать, и мы понимаем, что клиенту нужно, кроме денег, быстрый и, так сказать, одобренный кредит, ему нужны еще какие-то дополнительные истории, которые для него очень важны. Да? То, о чем говорили, кстати, ребята в банковской сфере. И... Да. Там вот следующая вывеска, и тоже другой выбор. Да. Да. Да, это... Прямо так вредно. Да, это в стык, в стык, в стык. Все, все в стык. Ты идешь и, как бы, видишь картину рынка. А там же, кстати, МДС, Евросеть, и там же, в общем, короче, ломбард. Это два лидера рынка, которые мы с тамарой ходим в пары. Да, коллеги, там есть, да, там есть, там тройка лидеров, да. Вот. Соответственно, смотрите, мы двигались определенным этапом. Это такая взрослая технология. И сейчас мы находимся на, собственно говоря, этапе запуска. Вот. Пройдя все самые сложные этапы, включая креатив и дизайнерство. Из всех этих технологий я хотел бы выделить просто по опыту, да, очень важные вещи, такие как аудит и, собственно говоря, получение информации внутри компании. Ну, понятно, с точки зрения исполнителя достаточно затратная история, потому что с федеральной компанией, то тебе приходится не только ездить по офисам, наблюдать вот этот самый кастомер экспириенс, да, про который говорили ребята, но тебе нужно, желательно, в каждом городе побеседовать с маркетологом, с региональным директором и посмотреть внутри там, что как вам чувствуют, значит, потребители, как он чувствует эффективность своей рекламы, своих коммуникаций. С другой стороны, экспертный интервью с топ-менеджером дает нам возможность, как бы, погрузиться в их видение. Ну, и, конечно, определенный образом эта информация должна быть структурирована, потому что мы должны принимать во внимание все, начиная с процесса обслуживания, заканчивая инициативами потребителя, продуктовый портфель, значит, элементы оформления, а также, конечно, там, все, что связано с рынком, с конкурентами и так далее. И если просто коротко говорить, понятно, что у любого бренда есть свои сильные стороны, и они достаточно четко выделяются, и есть свои слабые, зачастую сильные стороны являются одновременно и слабыми в контексте рынка и развитии категории. В моем случае это было именно так. И, опять же, не углублялась в стратегию, которую мы разработали, но могу, так сказать, очень коротко обозначить, что, в общем, было важно всегда, во всем, в каждом проекте выделить сети конкурентов, выделить инсайты, сказать, что то, что мы вам сейчас сделаем, это ответ на этот инсайт, да? В данном, в данной категории, в данном проекте было очень важно идти от фокуса на рациональные преимущества, да? Сфокусироваться на эмоциональном вовлечении и лояльности, поскольку, как я уже сказал, у потребителей есть такой запрос. Потому что не просто решение финансовой проблемы, а некая поддержка, да, в дальнейшем движении. И, конечно, транслировать уникальные черты. Если мы не говорим, что мы действительно там самая технологичная компания, если мы действительно, так сказать, максимально сильно, максимально интенсивно работаем со своим персоналом, да, если у нас самый лучший корректорский центр свой на этом рынке, то, извините, об этом надо сказать. И еще раз, так сказать, иллюстрация отношения потребителей к этой категории, к этому продукту, ну, здесь есть, да? То есть я зашла в зеленый ларек, почему не знаю, да? Я маму многотетных детей, мне никто не дает, да, в банке. И так далее, и тому подобное. И мы понимаем, да, и мы понимаем, что потребителю нужно признание, признание, признание своих проблем, а не просто 16 тысяч за 20 рублей по одному документу. Вот, поэтому мы помогаем, конечно, потребителю в своих коммуникациях, как мы говорим в своих коммуникациях, что мы помогаем потребителю преодолеть финансовые проблемы, но делаем это в ситуации, признание уже дает. Вот, не буду дальше, так сказать, это признание показывать.